Привет, друг! Меня зовут Джон Кармилицин, это 30-й новостной CG-выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. Разработчики Django FX представили некоторые тесты с анимацией, скинингом и воксилизацией в реальном времени в Эмберген. В Твиттере мы нашли пост, где Gil DeMazo сообщил, что анимация моделей из 15 тысяч полигонов занимает менее миллисекунды при моделировании 100 миллионов вокселей на RTX 3090. На данный момент все это основано на FBX SDK, поэтому Эмберген будет поддерживать FBX, OBG и 3DS. Но джанговцы планируют внедрить и другие форматы. Выпуск назначен на первую половину 2021 года. Лично я очень-очень сильно жду. Недавно вышла открытая бета-версия NVIDIA Omniverse. Это универсальная платформа, объединяющая различные 3D-пакеты. Она предполагает совместную работу художников в реальном времени. В общем, это агрегатор всех сервисов. NVIDIA Omniverse — это целая экосистема, состоящая из пяти основных компонентов. Nucleus, Connect, Kit, Simulation и RTX. Nucleus позволяет различным программам с поддержкой Omniverse обмениваться и изменять проект. Иными словами, обеспечивает синхронизацию в реальном времени. Connect дает возможность приложениям подключиться к Nucleus. Kit — это набор инструментов для создания собственных приложений и микросервисов Omniverse. На сайте, кстати, уже размещены некоторые программы для демонстрации возможностей. Инструмент Simulation, предназначенный для моделирования, имеет ряд встроенных физических возможностей, основанных на собственных технологиях NVIDIA в реальном времени. А это Physics — для динамики, Blast — для разрушений и Flow — для симуляции жидкостей. RTX Render содержит рендеры, совместные с архитектурой Hydra от Pixar, в которые как раз и встроен модуль рендеринга RTX для трассировки лучей в реальном времени. Omniverse сотрудничает уже со многими крупными компаниями, но разрабатывающими наиболее популярный 3D-софт. Среди партнеров можно выделить Pixar, Adobe, Unreal, Unity, Autodesk, SiteFX и Blender. Уже сейчас можно коннектиться с Unreal, Maya, SketchUp, Revit и Rina. А вот коннекторы для 3ds Max, ArchiCAD, Blender, Houdini и MotionBuilder скоро появятся. Да, если ты не услышал Cinema 4D, значит его здесь просто нет. Как только запустили бета-версию, мы протестировали связку Unreal-Omniverse на RTX 2080. Полноценный рабочий процесс проходит в Omniverse Create, где лежат все необходимые инструменты для работы с графикой. И за счет того, что платформа поставляется с собственным механизмом рендера RTX Render, на выходе мы получаем шикарную фоториалистичную картинку. Но добавлю от себя. Кто работает в Unreal, знает про Path Tracing. Ну, это такой местный Ray Tracing. В общем, с ним дела состоят очень и очень херово. Когда мы увидели ту же самую картинку в Omniverse, то отличий, мягко говоря, очень мало. Единственное, что там работает, это Denoiser, но к нему я очень скептичен. Что очень сильно бросается в глаза, так это стекло. Стекло в Unreal и Omniverse это совершенно две разные вещи. Если кому-то нужно шикарное стекло в реал тайме, то необходимо лезть в Omniverse. Там уже даже на начальных настройках оно выглядит супер круто. Практически сразу же после выхода Omniverse выкатили декабрьский драйвер NVIDIA Studio, который как раз и предназначен для поддержки открытой бета-версии Omniverse. Ну и также графических процессоров RTX A6000. Также это обновление обеспечивает более быстрый рендеринг в Octane Render 2020.2 с трассировкой лучей RT Core. Ну и включает оптимизированную версию шумоподавления Octane AI Spectral для NVIDIA Ampere. Прирост производительности также отмечается в Sapphire от Boris FX для создания визуальных эффектов. Инструменты Sapphire включают в себя совершенно новые эффекты, такие как Ultra Glow и Ultra Zep, ну и улучшение конструктора Lens Flare. В Unreal Engine 4.26 с ускорением на GPU и за счет поддержки трассировки лучей значительно сократилось время на рендеринг крупных сцен с большим количеством источников света и отражений. VisiLab выпустила обновление Instant Terra версии 1.15. Инструмент World Browser получил функцию поиска определенного места на карте по координатам. Появились новые ноды для настройки рендера, создания и экспорта RGB изображений в высоком разрешении и детализации ландшафта. Еще добавили несколько фишек в Ramp Colorize. Ну и теперь ноды будут автоматически совмещаться при удалении стоящего между ними узла. Ссылочка на обновление в описании. В то же время состоялся выход V-Ray 5 для Houdini. С момента выпуска стабильной версии это обновление содержит лишь исправление. Также House Group подкорректировали документацию, в которой более подробно описали все новые фишки. Расскажем о некоторых из них. V-Ray 5 представляет обновленный Frame Buffer со встроенными инструментами для микширования света и композитинга. С новым Layer Compositor можно комбинировать пассы при рендеринге, устанавливать режимы наложения и настраивать цветокоррекцию. Теперь с помощью Light Path Expressions можно настраивать, например, GI, исходящий от источников света, а также отдельное отражение объекта или SSS без повторного рендеринга. Ну и еще V-Ray поддерживает систему кодирования цветов ASS CJ, которая работает с гораздо большим количеством информации о цвете, чем RGB. Еще больше информации найдешь по ссылочке в описании. Resom Lab выпустила автономные программы Resom UV Virtual Spaces и Resom UV Real Spaces. Virtual Spaces предназначена для создания игр и визуальных эффектов. Real предназначена для дизайна. Обновление содержит топокопии, которые ускоряют процесс развертывания Hard Surface моделей с большим количеством повторяющихся, но при этом немного изменяющихся элементов. Топокопии также позволяют переносить развертку на каждый топологически подобный UV участок модели. Этот метод Resom Lab описывает как первую уникальную функцию в UV Mapping за многие годы. Мы наткнулись на крутой метод Infinity Nature Perpetal View, который генерирует длинные видеоролики естественных сцен из одного изображения. Недостающие фрагменты, которые отмечены розовым на входном изображении, синтезируются за счет данных глубины. Затем идет построение траектории движения камеры. Модель обучали на основе тысячи видео с дронов, снятых с различных береговых линий и ландшафтов. Выглядит довольно правдоподобно по сравнению с уже имеющимися методами. Ссылочка на гитхаб в описании. Новости с разбега. Amazon присоединилась к фонду развития Blender. AVS взяла на себя обязательство сроком на 3 года поддержку разработки инструментов анимации персонажей. Интересный факт. Blender Foundation 2 года назад начал проект по редизайну и обновлению системы анимации. Сейчас функционал содержит ряд характеристик, которые были представлены аниматором-персонажем Джейсоном Шлейфером, ныне креативным директором AVS. Blender Foundation начнет набор сотрудников в течение первого квартала 2021 года. Пабло Дабара, разработчик Blender, представил небольшое видео, в котором показал работу Mesh Fearing в Blender 2.92. Он отметил, что инструмент настолько быстрый, что может работать в реальном времени как часть кисти. А это, в свою очередь, позволяет создавать гладкие кисти, которые могут стирать детали за счет минимизации кривизны поверхности. Вот еще одна нейронка под названием Complementary Dynamics, которая создает на основе уже имеющегося рига дополнительные движения самой модели и ее частей, что делает анимацию более реалистичной и мягкой. Увы, скачать и опробовать не получится. Вся информация пока что изложена на бумаге, ну и официальных данных об открытом доступе мы не нашли. Хосейн Диба доработал своих персонажей из GTA и подкорректировал он черты лиц и позы героев, ну а также объединил их в одном ролике. Напомним, что по мнению художника, именно так они должны выглядеть на консолях нового поколения. Ссылочка на все работы в описании. Спасибо друзья за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь к нам в телеграм чат для общения, посмотрите наш последний урок как создать анимацию робота и до новых встреч.